Здравствуйте, это канал Романов. В конце этого выпуска небольшие дополнения к моим вчерашним материалам об Армении и о Навальном. Ну а прямо сейчас о Крыме, который вновь вернулся в Россию. Вчера вечером в Третьяковской галерее, в одном из крупнейших музеев страны, похитили картину художника Куимжи. И как похитили? Дерзко, смело похитили. Злоумышленник среди бела дня, прямо на глазах огромного количества посетителей, просто подошел к этой картине, снял ее, тут же при всех вынул из рамы и ушел, воспроизведя при этом в точности сценарий, написанный почти 50 лет тому назад. Это была кинокомедия Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Она на экраны Советского Союза вышла в 1971 году. И именно в ней, в подробностях, было предсказано то, что произошло вчера в Третьяковской галерее. По сюжету этого фильма, два друга, один уже пенсионер, а другой может стать пенсионером, задумали ограбление музея и осуществили его вот так же дерзко и смело. Но не для того, чтобы обогатиться, а для того, чтобы герой Никулина, кстати, милицейский следователь, мог бы раскрыть свое собственное преступление и его тогда не отправят на пенсию. Кстати, в этой же картине было показано, а как злоумышленник, скорее всего, вынес ее. В этом фильме было показано, как он вынес картину из галереи. Очевидная киношность этого ограбления тут же вывела новость о нем во все российские топы. Впрочем, о некоторой пикантности и, собственно, общественного интереса этой новости прибавил сюжет украденной картины. У Куинджи был изображен крымский пейзаж. То есть, получалось, что вчера на какое-то время Россия лишилась Крыма. Ну, впрочем, ненадолго, уже сегодня картина найдена, возвращена в музей и задержан, арестован человек, который подозревается в ее краже. Впрочем, вопросы остались. Хоть все и закончилось достаточно благополучно, вопросы остались. Ну, вот, например, как в 2019 году со всеми нашими электронными вот этими штучками, сигнализациями, охранными комплексами, еще бог знает чем, человек смог ограбить крупнейший российский музей по сценарию 50-летней давности. Как так получилось, что наши росгвардейцы и полицейские оказались настолько беспомощны? Почему, как выяснилось, эта картина не была застрахована? Ну, хотя тут, наверное, понятно. Скорее всего, знаете, денег не хватило. По неофициальным данным, заработная плата директора Третьяковской галереи 436 тысяч рублей в месяц. Впрочем, есть и парочка вопросов, ну, по крайней мере, у меня, к нашим журналистам, коллегам. Ну, вот, например, как могло так получиться, что вполне себе либеральное, такое современное, продвинутое издание знаком называет человека, которого задержала полиция, похитителем. Он уже осужден? Он его преступником уже признал суд? Ну, или вот, почему ни одно крупное СМИ, которое декларирует свое уважение к правам и свободам человека, не задает, насколько я знаю, вопросов, ну, вот хотя бы по поводу этой фотографии. На ней человек, который не оказывал сопротивления полиции, чье преступление по характеру своему не несет угрозы жизни и здоровью других людей, стоит на коленях. На лице у него, очевидно, следы побоев. Его допрашивают без адвоката, его унижают, публично унижают. Денис Чупринов, вот если это был он, вот тот человек на фотографии, если это он ограбил Третьяковку, то он совершил преступление, за которое по статье 164 нашего уголовного кодекса ему могут выписать даже штраф. Там и уголовное преступление, и лишение свободы предусмотрено, но и штраф. А вот статья 286, пункт 3, превышение должностных полномочий, служебных полномочий должностных лицом с применением или угрозой применения насилия, она штрафов не предусматривает. По вот этой 286 статье только лишение свободы от 3 до 10 лет. И вот спрашивается, кто в этой ситуации, вот в этот момент, вот в той квартире, где только что задержали вот этого Чупринова, более опасный преступник? Вчера я попросил зрителей написать мне в комментарии их отношение к премиальному скандалу в Армении, их оценка этого скандала, чтобы прозвучало. Ну, как и ожидалось, большинство высказаний были примерно такого рода. Ну, что, бывает, люди новые, по инерции выписали они себе эти премии, так как делала старая власть, не успели сориентироваться. Вряд ли это от жадности, вряд ли это от продажности. Ну, честно говоря, и я думаю так же. Не вижу я здесь злого умысла. Тем более, что, как выяснилось, и мэр Еревана отказался от этой премии. И премия, которая была намного больше, чем в прежние годы, впервые распределена не между избранными, как выяснилось, а между всеми сотрудниками мэрии. В общем, можно сказать, прошли эту ситуацию, и потери, если новая революционная власть репутационные понесла, то все-таки незначительные, к счастью. Но возник другой вопрос. Сразу в нескольких комментариях многие люди, которые отвечали мне под предыдущим роликом, сочли нужным подчеркнуть, что всю вот эту историю, весь этот премиальный скандал раздували не СМИ Армении вообще, а, вот дальше цитата, а подконтрольное прошлое власти СМИ, которое большинство. Если это действительно так, если об этой истории действительно рассказывали только те СМИ, которые подконтрольны бывшим правителем Армении, то, знаете, это хуже любых премий. То есть, выходит, что провластные СМИ, да, вот летом, весной они были революционными, а теперь те СМИ, которые поддерживают Пашиняна, это СМИ провластные. Это то, что противостоит оппозиции. То есть, выходит, что провластные СМИ уже в Армении научились замалчивать темы, неудобные начальству. Что будет дальше? Какой следующий шаг? Будет выгораживание начальства? А потом они научатся гнобить тех, кто начальству не угоден? Разубедите меня. К сожалению, подобная история, вот такой трансформации СМИ знакома. Мы проходили это в России. Вы проходили это у себя в Армении. Во многом подобные процессы происходят сейчас в Украине. Дай бог я ошибаюсь. Хочу расставить точки над «и» в отношении моего отношения к Алексею Навальному. Вот многие меня в комментариях упрекают о том, что я на него зуб имею, какую-то личную неприязнь, завидую, может, ему. В общем, как-то так вот его не люблю, что я уж кушать не могу. Ребята, это не так. Я люблю Навального. Я считаю, что он прекрасный профессионал. Он необычайно талантлив. Он крут. У него огромное чутье, огромная работоспособность, умение. Он великолепный. Возможно, один из лучших. Он лучший блогер в России. Я думаю, как политик Навальный тоже весьма силен. Он, мне кажется, и в этом отношении талантлив, крут и профессионален. Многие, наверное, в России хотели бы приобрести неофициальный статус с первого лица российской оппозиции. Но приобрел Навальный. Он умеет быть политиком. У него чуйка есть, как у политика, интуиция. У меня нет претензий к Навальному, как к блогеру и политику. У меня есть претензии к Навальному, как к потенциальному государственному мужу. Как к потенциальному президенту моей страны. Ну вот возьмем хотя бы нынешние майские указы, путинские майские указы, которые нынче Навальный собрался выполнять. Ну, добиваться их исполнения. А ведь указы эти сами по себе вещь весьма сомнительная. Ведь президент России – это президент всех россиян. Путин не является президентом моряков, стропольщиков и не является президентом бюджетников. Да, он может и даже должен давать какие-то привилегии, какую-то помощь оказывать каким-то маленьким определенным локальным группам. Ну, если что-то пошло в системе не так, именно президент сегодня может и должен исправлять это своей властью. Но, извините, майские указы – это не локальная история. Стоимость майских указов 2018 года – около 8 триллионов рублей. Это половина бюджета Российской Федерации. И вот в таком документе, глобальном и масштабном, прописываются узкогрупповые привилегии. Путин что, у нас президент врачей и учителей? Ну, ладно, допустим, что все-таки под нажимом Навального с помощью тех профсоюзов, которые он таки создаст, а как к администратору тоже нет к нему вопросов. Мне кажется, он крутой, талантливый администратор. И вот под нажимом Навального эти майские указы таки будут выполнены региональными властями. Они будут их выполнять. Как они это сделают? В лучшем случае чиновники на местах придумают какие-нибудь схемы, которые позволят им на бумаге отчитаться о том, что они достигли необходимых показателей. И мне вот в комментариях под предыдущим роликом даже вот уже подсказали один из подобных вариантов, который где-то уже даже и осуществляется. Вот есть, например, у вас врач. Вы отправляете его работать на полставки. Но работает он у вас по-прежнему весь день. И зарплату получает прежнюю. Но по бумагам теперь эта зарплата стала в два раза больше. В худшем случае региональные власти выполнят эти указы всерьез, по-настоящему. И начнут тратить на зарплаты бюджетников в полтора, в два раза больше денег, чем тратят их сейчас. Возникает вопрос, а где они найдут деньги для этого? Путей у них не так много. Путь номер один. Они срежут, зажмут те социальные программы, которые сегодня худо-бедно выполняются. И путь номер два – это добиваться на своем региональном уровне и на федеральном введения новых налогов, новых пошлин, сборов, ужесточения штрафной политики и так далее. Другими словами, за привилегии для избранных заплатят все. Формально есть третий путь решения этой проблемы. Как выполнить майские указы? Заставить раскошелиться олигархов. В своем ролике Алексей Навальный, собственно говоря, на это и намекает. Но тут возникает вот какой вопрос. Мы знаем наших олигархов, мы знаем, что они будут добиваться и, скорее всего, добьются компенсации своих потерь. Как они это сделают? Ну, либо залезут в бюджеты, это те самые новые налоги и ужесточения штрафной политики, ну, либо они уменьшат свои издержки. А как? А уменьшат зарплату своим рабочим. Добиваясь выполнения майских указов для бюджетников, Навальный фактически добивается снижения зарплаты для всех остальных. Подписывайтесь на канал, обязательно пишите в комментариях свои возражения, обязательно пишите те темы, которые, как вам кажется, на этом канале должны быть освещены. Многие уже написали. Спасибо, кое на чем я уже даже начал работать. Мы сообщаем, сделаем этот канал серьезным и значимым. Я Алексей Романов, Россия будет свободна. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова